Наступление весны высшая школа журналистики и медиа коммуникаций Казанского федерального встретила соответствующее. В ее стенах прошла пресс-конференция, которая моментально передала всем зрителям настроение некого ожидания, чувство прекрасного вдохновения и предвкушения только самого лучшего. Главным героем на данной встрече стал Рустем Обязов, художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра «Ля Примавера», своеобразным эпиграфом к пресс-конференции стало исполнение приглашенным спикером известнейшего произведения Антонио Вивальди «Времена года. Весна». Начало весны всегда открывает новый музыкальный сезон, и коллектив камерного оркестра «Ля Примавера» очередной раз готов поддержать эту тенденцию. Главный дирижер поделился с прессой и студентами Высшей школы журналистики с самыми ближайшими планами на проведение крупного международного фестиваля «Лярта де лярка», что в переводе означает «Искусство смычка». В этом году мы проводим пятый, уже небольшой юбилей получается, пятый фестиваль. Призван этот фестиваль знакомству казанских, и не только казанских, потому что у нас есть два выездных концерта в Набережной Челны и в Нижнекамск, знакомство слушателей с топ-солистами в области струнно-смычкового искусства. Как отмечает Рустем Абязов, с каждым годом фестиваль заметно набирает обороты. Приезжают известные инструменталисты, и, кстати, в этом году организаторы мероприятия ожидают особенно сильный состав. Но самое главное правило фестиваля по-прежнему остается неизменным. Все участники обязательно сыграют совместно с музыкантами «Ля Примавера» и проведут бесплатные мастер-классы для юных музыкантов. А далее начинающие журналисты на пару с приглашенными СМИ города задавали вопросы и вели активную дискуссию, в ходе которой приглашенный спикер раскрыл секрет успеха известных дирижеров. Должен быть какой-то стержень, какой-то человек, вокруг которого все это вертится, и который может навязать, ну, в хорошем смысле, навязать свою волю, и вот, тем не менее, подчинить музыкантов, чтобы они исполняли так, как нужно это дирижеру. Авторы самых оригинальных вопросов получили памятные подарки от приглашенного спикера. Кстати, для проведения пресс-конференции площадка КФУ была выбрана не случайно. Стоит отметить, что императорский зал Казанского университета с его великолепной акустикой уже давно стал традиционной и любимой концертной площадкой музыкантов оркестра с самого момента его создания. И именно здесь сформировался круг поклонников коллектива, прирастающий сегодня новым поколением слушателей. Аделя Шамилова, Ленар Довальтеров, Универньюз.